Норвегии, то его встречали палестинские флаги и палестинские лозунги. И расстрел этого лагеря был не просто каким-то вывертом сознания сумасшедшего националиста, а это был совершенно направленный акт против пропалестинских активистов. Этот лагерь не просто собирался в чистом поле, чтобы поговорить о бедах в Палестина и своих планах, о том, как им помочь. Эти молодые ребята, ваши ровесники, ездили и на Западный берег, и в Палестину, в Газу. И они были участниками всех флотилии свободы. Я освещала обе эти флотилии свободы как журналист, поэтому я встречалась там с норвежцами. И это не значит, что если когда-нибудь кто-нибудь из вас решит поднять палестинскую тему, что она получит среди ваших сверстников одобрение. Это не значит, что кто-то из вас должен постоянно об этом говорить. Но я могу сказать, что во всем нашем большом мире только те люди обретают понимание о сути происходящих событий, кто рано или поздно задумывается о Палестине. Мне повезло. Я попала в Газу. Я попала в Газу во время, ну, можно сказать, самой жестокой части блокады. Я попала в Газу просто упершись, что называется, волей, потому что это было невозможно. Вы не могли продавить эту ситуацию. Египет закрыл границы с Газой и больше туда попасть было невозможно. Я много раз пыталась туда приплыть с флотильной свободы, поскольку первые корабли пошли через год после того, как блокада была объявлена, в 2008 году. Мои редакторы запрещали мне участвовать в этих мероприятиях, потому что это очень было опасно. Никакие страховые компании не страхуют журналистов, которые участвуют в этих мероприятиях. И это все делалось на собственный страх и риск. И когда провалилась первая флотилия свободы, я просто пришла в египетское посольство в Москве и сказала, что вы должны сделать так, чтобы я туда попала. Я была так убедительна, что я туда попала. Я могу вам сказать, что нет более полезного места для человека, чем побывать в Газе, потому что после того, как вы побываете в Газе, никакие наши беды, несчастья, обстоятельства, ливни, дожди, наводнения, глад, мор. Вот все меркнет по сравнению с тем, что происходит в Газе. Когда я слышу призывы интеллигенции или, скажем, оппозиции бурно реагировать, чтобы мы все бурно реагировали на те или иные не сложившиеся какие-то ситуации у нас в стране, чтобы мы все бросили и ехали немедленно что-то делать у нас в стране, и что это самое главное, самое ужасное, и во всем этом виноваты не стихии, а виноваты власти, лично я вспоминаю всегда Газу, потому что то, как у нас очень плохо, это у них очень хорошо. Вот ситуация, которая сегодня в Крымске, это стандартная ситуация для Газа, только наоборот, потому что там нет воды вообще никакой, там нет никаких ресурсов ни для какой жизни, и даже та питьевая линза, которая находится под сектором Газа, недоступна им, потому что пробуренные скважины уводят эту воду в Израиль, а Газа пьет жесткую, горькую, страшную воду, от которой, ну честно говоря, так зудит кожа. Я однажды помыла там просто фрукты, еще не зная о том, что это за вода. Эти фрукты было есть нельзя. Бог даст, я издам эту осенью книжку о Газе. Это я с гордостью говорю об этом, потому что я единственная журналистка, которая была в Газе много раз, которая написала об этом множество репортажей, и часть из них вышла на английском языке на сайте нашего телеканала. Я единственная журналистка, кто написала книжку об этом, и я надеюсь, что мне удастся ее издать. Хотя это трудно. Я вам хочу сказать, что нигде я не встречала более оптимистичного народа, который готов к любым испытаниям в своей жизни, чем в Палестине. И вот когда лично у меня случаются какие-то ужасные неприятности, или какая-то такая вот, ну, та рутина, в которую каждый из нас погружен ежедневно, всегда что-то неприятное происходит, то мне достаточно просто вспомнить того или иного моего знакомого или знакомую девочку из Газы для того, чтобы настроение выровнялось. Потому что то, как живут эти люди, конечно, это поразительно. То, что говорил Максим о том, что когда пятый раз взрывают одно и то же место, это неинтересно большим телекомпаниям, это правда. Но нет нигде ни одного народа, нет такой громадной социальной сети, как у палестинцев. Они есть везде. Они есть в Фейсбуке, они есть в Твиттере. Если вы хотите, реально хотите узнать о том, что там происходит в режиме нон-стоп, вам достаточно найти палестинца или палестинку, которые пишут на английском, французском, немецком или арабском языке, который вы владеете, для того, чтобы в режиме нон-стоп знать, как это все происходит. В отличие от других мест, там называют имена жертв, там называют имена детей, и вам показывают мертвых детей, которых убили сегодня ночью. Это не абстрактные списки, как вы знаете по Сирии, что сегодня убили 100 человек неназванных, завтра убили 150 человек. Вам не показывают в Сирии ни этих трупов, ни этих кладбищ, где они похоронены. В Палестине вы знаете, как зовут каждого ребенка, или каждую женщину, которую убил снайпер, или которую расстреляли из-за стены их соседи, и вы точно знаете, где падали ночью бомбы, и вы точно знаете, сколько эти бомбы убили или ранили людей, где лежат эти люди, и вы можете каждому человеку, каждой сироте, каждой женщине изувеченной, или каждому больному ракам человеку послать свое личное денежное спонсирование, и вы точно будете знать, что эти деньги никто никогда не разворует ни по пути, ни там, что эти деньги ваши, которые вы посылаете адресно, дойдут до человека. Я могу сказать, что нигде лучше не работают все виды общественных организаций, которые вообще мыслимы только. Палестинцы освоили все виды общественной деятельности, все виды организаций, все виды, ну, какого-то вот, того, что называется взаимопомощь, взаимопомощь, потому что 4 года они жили практически без электричества, без воды, без возможности получить питание для своих детей, для себя, иначе, кроме как через туннели, и эти люди научились всему, они научились выживать в тех условиях, в которых никто из нас не выжил бы. Я бы, вот скажем, активистов таких лагерей посылала бы раз в год на обучение к палестинцам. Поверьте, там методика обучения поставлена очень хорошо, у вас все выросло бы на совершенно другой уровень, потому что там, конечно, немыслим, вот если там была бы на всю газу одна такая палатка, это было бы самым центровым, самым важным местом, куда приходили бы, там, скажем, врачи для того, чтобы проводить мосты со своими сверстниками и своими коллегами в Египте, для того, чтобы проводить семинары обучающие, для того, чтобы проводить операции показательные, во время которых обучают. Это было бы таким драгоценнейшим местом, которое только можно себе представить. К сожалению, из России в Газе была только одна делегация, ее собрала необычайного мужества женщина по имени Лиля Мухаммедьярова из фонда «Солидарность». Она мусульманка, она собрала среди мусульман деньги, и это был единственный вклад России в какую-то помощь палестинцам. Никакой другой помощи из России не поступало. Кстати, в Газе, несмотря на полное отсутствие каких-либо ресурсов, такие молодежные собрания тоже проходят. Они очень интересны, их наблюдать, потому что там, естественно, мальчики и девочки разделены. Девочки заседают отдельно, и я могла посещать и то, и то, но мне было интересно посещать девичьи собрания. Это, конечно, потрясающий уровень дисциплины, причем больше всего меня потрясло, когда я была на такой вот школе, в Газе, организованной глухонемыми девочками. В Газе, как в любом неблагополучном месте, разбиваются особые заболевания. В Газе очень много глухонемых. Это связано с тем, что там очень влажно, многие дети болеют малярией, поскольку миллион человек в Газе живет в условиях лагерей палестинских беженцев. Там, естественно, не до санитарии, вообще не до того, чтобы вызвать скорую помощь. И очень многие дети, переболев в детстве разными болезнями, в том числе малярией, становятся глухонемыми. Поэтому там это настоящее бедствие. И до недавнего времени там не было школ для глухонемых, но палестинцы помужали, собрались и выстроили специальную школу. И со всей Газы туда приезжают девочки и мальчики. Они тоже учатся отдельно. Это просто спасение. Это самые успешные студенты и школьники. И это... Это...